Привет, друзья! Сегодня хочу поделиться с вами идеей, как сделать так, чтобы ваша зелень дольше оставалась свежей. Итак, друзья, способ очень простой, увидела его в интернете, считаю, что должна с вами поделиться. А вот хочу вам показать зелень, которая у меня хранится уже неделю. Посмотрите, мне кажется, она выглядит очень свежо, как будто бы только-только врезанная и купленная. Укроп и петрушка. Но для чистого эксперимента покажу вам на новом примере. Купила я сегодня такой пучок укропа. Он свежий, немножко грязный. Мы его всех будем мыть. Вот мы помыли наш укроп в холодной воде. Теперь берем, отрезаем петрушки. Вот так они мне понадобятся. Берем судночек, у меня вот такой, однорайон. И закрываем его салфеткой. Вот так. Укладываем наши зелень. Не боимся немножко свернуть. Берем еще салфетка и укладываем вверх. Накрываем. Теперь берем сточку. Бежим. Пищевую. Желательно. И все это дело заворачиваем. Использовать крышку для судочек не рекомендую. Вот. Вот этот судочек мы теперь ставим в холодильник и храним столько, сколько нам нужно. Такого будет это зелено через неделю. Я вам покажу. Прошло у нас 6 дней. А до тех пор, как я сюда положила купленный укроп, посмотрим, что произошло с ним. Должно заметить, что первые две дня я его открывала, брала еще от него несколько ядочек. Выглядел он хорошо. Потом три дня ничего не брала, не открывала. Так, так, так. Ну что, вот наши кропочки. Вот. Посмотрите. Как по-моему, выглядит очень-очень-очень неплохо. Вот. Вот так. Единственная к вам рекомендарция, посмотри, что он не молодцы. Не сухой, не засохший. Единственная к вам рекомендарция, после того, как вы купили и помыли укроп, дайте ему все-таки возможность уменьшить. И затем уже сухой, холодильный, ваш контактами. Всем приятного аппетита и следствия этим кушать. И удачных травм! Продолжение следует...